Ганс Христиан Андерсон, Оли Лукои, вторник. Как только Елимар улегся, Оли Лукои дотронулся своей волшебной спринцовкой до мебели, и все вещи в комнате сейчас же принялись болтать друг с другом, все кроме плевательницы. Она молчала и про себя возмущалась ветренностью других вещей. Ну можно ли говорить и думать только о себе да о себе, не обращая внимания на ту, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать? Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо роскошных дворцов, куда-то далеко залез в безбрежное море. Оли Лукои прикоснулся волшебной спринцовкой к картине. И вот нарисованные птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака поплыли по небу. Видно было даже, как скользили по картине их тени. Затем Оли приподнял Елимара до уровня рамы, и мальчик ступил прямо в высокую траву. Освещенный солнышком, что сияло сквозь листву деревьев, он прибежал к воде и уселся в маленькую лодку, которая покачивалась на воде у берега. Лодочка была выкрашена в красный и белый цвет, а паруса ее блестели, как серебряные. Шесть лебедей в золотых коронах, надетых на шее, сияющими синими звездами на головах, повлекли лодочку мимо зеленых лесов, где деревья шептали о разбойниках и ведьмах, о цветы, о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказали им бабочки. Удивительные рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и, подпрыгнув опять, с шумом шлепались в воду. Красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за ельмаром двумя длинными вереницами. Комары толклись, а майские жуки гудели. Бум-бум! Всем им хотелось проводить ельмара, и у каждого была для него на готове сказка. Да, это было плаванье. Леса то густили и темнели, то становились похожими на красивейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. На берегах реки возвышались большие хрустальные и мраморные замки, а на балконах этих дворцов стояли принцессы. И все они были знакомы ельмару девочке, с которыми он часто играл. Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке хорошенького сахарного поросенка. Такого редко можно купить у торговки сладостями. Ельмар, проплывая мимо, хватал поросенка, но принцесса не выпускала его из рук. Поросенок переламывался, и оба получали свою часть. Ельмар побольше, принцесса поменьше. У всех замков стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали ельмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и олоянными солдатиками. Это явно были настоящие принцы. Ельмар плыл по лесам, по каким-то огромным залам и городам. Проплыл и через тот город, где жила его няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее, она кивала ему, махала рукой и пила трогательную песенку, которую сама когда-то сочиняла, и прислала ему. «Живу я о мысли все мои с тобой. Мой ельмар, мой мальчик любимый, ведь я целовала твой лобик крутой, и щечки, и ротик родимый. Я слышала первый твой лепет дитя, грустила тебя, покидая. Господь оградит от несчастья тебя. Ты ангел из светлого рая». Птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали кронами, поддакивая Оле Лукои, словно он и им тоже рассказывал сказку. Субтитры создавал DimaTorzok